Доброе утро, Саша! Доброе утро, Марина! Доброе утро, уважаемые телезрители! Представляю с удовольствием вам своего первого утреннего гостя. У нас в гостях Сергей Анатольевич Алпатов, врач-офтальмолог, доктор медицинских наук. И приехал он к нам из Черногории. Доброе утро! Сергей Анатольевич, теперь ясно, откуда у нас тепло в нашей Сибири. Когда я сюда собирался, мне сказали, что в Красноярске ужасная погода, надо брать обязательно пуховик. Это мне никак не подходило, поэтому я решил взять с собой кусочек адриатической погоды и привез вам. И вот с субботы в Красноярске хорошая погода. Всю эту неделю я вам гарантирую, можете зонтики с собой не брать. Так, благодарим вас за этот кусочек лета нам подарили. Сегодня поговорим мы с вами о хорошем зрении. И вот что вообще значит хорошее зрение, в принципе? Вы знаете, вообще зрение – это уникальный дар человеку. Но 70-80% информации человек получает именно через глаза, поэтому переоценить значение зрения невозможно. К сожалению, существует множество различных заболеваний, которые вредят зрению. Это могут быть и какие-то небольшие врождённые изменения, это могут быть развиваться… Современная жизнь, она способствует тому, что всё больше и больше различных болезней накапливается в организме, в том числе и в глазах. Человек, например, там курит, спазм сосудов вызывает нарушения, в том числе и в глазах. Ест сладкую пищу, булочки, фастфуды, развивается сахарный диабет, страшное состояние для глаз. Пьёт алкоголь, получает удар по глазу, опять в том числе тяжёлые повреждения. Поэтому всё больше и больше потребностей в медицине и в том числе, как я уже говорил, в офтальмологии, в хирургических операциях назревает. Что такое хорошее зрение? Для каждого человека это по-разному. Для кого-то возможность увидеть спутники Юпитера – это вообще невероятное что-то, там в небе какие-то звёзды. А есть люди, которые с тяжёлыми, опять же, заболеваниями, которые после операции видят, ну, хотя бы тени, хотя бы могут ориентироваться в комнате. И для них это уже верх счастья, они уже не обуза для своих родственников, это для них хорошо. А, ну вот именно вы какие заболевания лечите? Ну, моя основная специальность – это лечение заболеваний стекловидного тела и сетчатки. Вот если представить глаз, то все знают глоукому, катаракту, там, на слуху. А это заболевания, которые в задней части глаза, в труднодоступной части глаза. Заболевания нервной части глаза, самой-самой нежной, самой важной в глазу, самой труднодоступной части. И поэтому такие заболевания, как отслойка сетчатки, как заболевания макулы центрального отдела, как осложнение сахарного диабета. И всё это вот лечится с помощью наших операций, такие как витроэктомия, удаление стекловидного тела. При этом уникальные инструменты, это сложнейшее оборудование. Инструменты, вот, допустим, все привыкли, там, медицинский пинцет, что такое, взяли, схватили зажим. А это пинцеты в виде игл. Совсем малюсенькие. Все малюсенькие, они вводятся через неразрезы, через проколы, пинцеты, какие-то другие инструменты. Вот, даже невооружённым глазом не увидишь, что это что-то чем-то не отличается. Ну, то есть у нас в Красноярске таких технологий пока нет, такие заболевания не имеют. Нет, нет, надо сказать, что Красноярск, это был пионером в развитии таких, в лечении таких заболеваний. И в глазном центре были сделаны первые в Сибири операции витроэктомии, в первом хирургическом отделении глазного центра. И именно оттуда пошло в Сибири это направление. Сейчас это тоже делается, но то количество людей, пациентов, которым необходимо оказывать такую помощь, оно просто несравнимо с возможностями глазного центра. И поэтому вот центр Окулюс, который, кстати, здесь на Миро располагается близко, и они организовали мои приезды сюда, чтобы дополнительно лечить пациентов с такими заболеваниями. Сергей Анатольевич, вы приехали с проектом операции европейского уровня, а вот что представляет этот проект вообще в принципе? Вы знаете, вот центр коррекции зрения Окулюс уже почти 4 года назад, у них возникла идея такая, видя, что очень много больных обращаются с такими заболеваниями, как осложнение сахарного диабета, различные мембраны на глазном дне, разрывы сетчатки. Возникла у них идея организовать такие приезды специалистов для лечения таких заболеваний. Ну, поскольку мы были знакомы с ними, они обратились ко мне, мне было, я с радостью воспринял их приглашение, потому что приехать в родной город, встретиться с друзьями, с родственниками, для меня это большая честь. Всегда приятно. И это, опять же, очень большая ответственность, тут нет права на ошибку. Мы попробовали и пошло, стали приезжать люди не только из Красноярска, из Красноярского края, но и из других городов, и проект стал пользоваться успехом. Вот теперь два раза в год я приезжаю и делаю операции при таких заболеваниях. То есть, действительно, в Красноярске у нас это пользуются спросами, и не первый год, и вот сейчас вы уже приехали, я знаю, что уже несколько операций успели провести. Да, да, вчера у нас уже был операционный день, проинферировали женщину с макулярным разрывом, в самом центре сетчатки, в самом ответственном центре глаза, все у нее прошло хорошо. Я думаю, что она будет, насколько возможно, видеть, и все будем довольны, она и мы. Сергей Анатольевич, спасибо вам большое. И сейчас, дорогие телевизорители, внимание, итак, российский опыт, европейские инновации с 5 по 11 июня в рамках программы операции европейского уровня в Центре коррекции зрения Окулис консультирует и проводит сложные внутриглазные операции доктор медицинских наук, медицинский директор клиники «Оптимал» Черногория Сергей Анатольевич Алпатов. Предварительная запись по телефону на прием 255 55 33 270 26 26. Уникальная возможность, поэтому все, кто в этом нуждается, примите к сведению. Добро пожаловать. Сергей Анатольевич, спасибо вам большое, что встретили это утро вместе с нами, небольшой президент Кофеники Экси Крендер. Спасибо большое. Будем в тонусе с кофе. Спасибо вам большое. А на этом, Саша и Марина, пока слово передаю вам. Спасибо.